Добрый день, друзья! Сегодня у меня Xperia SP и замена, как видите, тачскрина. Совсем недавно я снимал видео похожее, у меня была Xperia SP с заменой экрана. Сегодня будем менять тачскрин. Выключаем телефон. Снимаем заднюю крышку. Будьте внимательны с болтами, которые скручиваете на задней панели. Потому что они разной длины, разной нарезки. Не путайте их местами. Довольно новая модель. Экран 4,5 дюйма. 8 гигабайт встроенной памяти. Работает на андроиде 4.1.2. Итак, открутили заднюю панель. Снимаем ее. Будьте аккуратны. Здесь находится шлейф. Вот он у нас здесь находится. Отстегнули. Шлейф гнезда зарядки. Так вот выглядит тачскрин новый, запечатанный, заклеенный транспортным пластиком с двух сторон. Отстегиваем. Отстегиваем разъем на плате. Пристегиваем новый. Проверяем его работоспособность. Загрузился телефон на паузе. Реакция есть. Проверяем кнопки. Вроде все работает. Включаем телефон. Итак, разбираем. Включаем все разъемы. Плата прикреплена к корпусу дополнительно двумя болтами, которые сейчас скручиваю. Снимаем. Снимаем. Соединяем батарею. Разъем камеры. Не забудьте. Не забудьте, он очень тонкий. Также разъем кнопки включения. Вот он у нас здесь находится под термопластиком. болтик не хочет откручиваться. Болтик не хочет откручиваться. Далее. Снимаем верхний модуль. Камера, динамик. Передняя камера. Вот он наш шлейф тачскрина. Сидит на двустороннем скотче. Снимаем его. Достаточно крепко сидит. Сняли. Далее включаем фен. Разогреваем стекло. Не забывайте, что под стеклом у нас рабочий экран. Не перегревайте. Иначе могут появиться пятна разных цветов на экране. Грейте при температуре 350 градусов приблизительно. По периметру, но больше снизу и сверху. Ощутимо нагрели. Снимаем. Таким вот образом. Старайтесь не касаться экрана, чтобы не оставлять пятна. Тем более. Особенно царапины. В общем-то и все. Сложено ничего. Сняли. Далее. Остатки. Очищаем рамку от остатков скотча. Поверхность должна быть гладкой. Старайтесь не трогать экран руками, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Чтобы не делать потом двойную работу. Не вымывать экран техническим спиртом или еще чем-нибудь. удаляем пыль. Убедитесь в том, что поверхность гладкая. Поверхность гладкая. На ней ничего не осталось. Берем новый тач. Снимаем защитный пластик. Тач у нас не проклеены. Сейчас мы его с вами проклеим быстро. У меня вот такой двусторонний скотч очень прочный, надежный. На солнце не плавится. Очень удобный. Я его применяю также даже при проклеивании айпадов, айподов, галакситабов. Снизу проклеиваем. Сверху. Коля. Края. 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 Подтащик. Края. Края. Усвобождаем. Устанавливаем. Отверстие достаточно тонкое, советую вам припустить немного вот так вот экран, сделать потолще щель, засовываем, отпускаем, прижимаем, в общем-то все, осталась сборка. Дополнительная металлическая подложка нам не нужна, потому что она у нас уже стоит на новом таче, удаляем ее, ставим модуль назад в свои пазы, застегиваем батарею, разъемом вниз, устанавливаем плату, застегиваем все разъемы, камера, тачскрин наш, кнопка включения, термопластик в свое место. Кнопка камеры. В принципе все, давайте включим телефон, еще раз проверим. не забудьте болты, которые крепят плату. Она крепится двумя болтами, которые используются также на закрепление верхней крышки. Еще раз повторяю, не путайте болты, очень многие путают, что приводит потом к различным поломкам или не вкручиванию болтов. на этом, в этом видео использовались раз, два, три, четыре, пять видов болтов, поэтому раскладывайте их так, чтобы потом не перепутать. четыре одинаковых болта у нас скручиваются вот в эти отверстия, в которые я сейчас скручиваю. Они самые длинные. три болта в верхние отверстия одинаковые. Иногда здесь используется саморез вот в этом отверстии. два самых маленьких и тонких болта посередине по бокам. один с самой коробки в середину, карту памяти обратно. так, наш тачскрин. Все прекрасно работает. Всем спасибо за внимание, друзья. это была Xperia SP. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Dov. Удачного дня! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.